Логотип Ростовской областной специальной библиотеки для слепых. Синий-зеленый круг, по окружности кольцом надпись, Ростовская областная специальная библиотека для слепых. В центре круга схематичное изображение раскрытой книги, разделенной вертикальными линиями на пять частей, в каждой из которых буква. Ростовская областная специальная библиотека для слепых подготовила цикл мероприятий, посвященной встречам со специалистами разных профессий, добившихся определенных результатов в работе с особенными людьми. А разработанные ими программы и проекты, направленные на реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья, приносят не только пользу, но и помогают подготовить их к полноценной жизни. Современное общество меняет и свое отношение к детям с проблемами в развитии. Поэтому сегодня так важна роль учителя, наставника, воспитателя, тренера. Ведь особенным детям необходимы не только знания, нужно развивать их умения и навыки, пробудить интерес к познанию, научить радоваться новым открытиям. А главное – научить детей общению друг с другом и окружающими. А для этого требуется не один год всесторонней и кропотливой работы. Поэтому всем нам так необходимо искать постоянно новую информацию и профессионально ее использовать. А наш сегодняшний семинар предлагает опыт коллег, который даст возможность расширить средства коррекционной работы. Ведь каждый ребенок и взрослый ждет от нас помощи. Подобрать подходящую программу реабилитации и форму образования для особого ребенка не всегда легко. А вот найти оптимальную программу для каждого помогут специалисты. И мы пригласили для участия в семинаре преподавателей, воспитателей, наставников, библиотечных работников, тренеров, которые обладают в области своей деятельности высоким уровнем профессионального мастерства, для которых особые дети – это дети с безгранично доброй душой. Они не всегда могут справиться с тем, что по силам здоровым деткам, но не все же преодолевают очень сложные препятствия для достижения цели. А участники нашего семинара своим каждодневным кропотливым трудом доказали, что каждый человек вне зависимости от интеллектуальных и физических ограничений может развиваться, приобретать новые знания и навыки. Уважаемые коллеги, наш семинар проходит в канун замечательного праздника – Всероссийского дня библиотек. И это профессиональный праздник не только библиотечных работников, это праздник всех тех, кто любит книгу. И я хочу воспользоваться возможностью и поздравить вас, дорогие коллеги, хранители знаний, накопленных веками, и вас, уважаемые читатели, ценители литературы. Пусть выбранная вами профессия приносит только вдохновение, ведь библиотекарь – это счастливая профессия для тех, кто способен радоваться каждодневному соприкосновению с мудростью веков и возможностью поделиться этими сокровищами со всеми желающими. А для всех еще одно пожелание. Читайте, открывайте для себя новые произведения и постоянно пополняйте копилку своих знаний. И первое слово я предоставляю Донской государственной публичной библиотеке. Сегодня это современный информационный, общественный и культурный центр области. Ресурсный центр в системе поддержки муниципальных библиотек. И центр непрерывного образования и обмена опытом библиотечных специалистов. И, как говорит директор библиотеки Евгения Михайловна Колесникова, сегодня в любом деле многое решают кадры. А в Донской государственной публичной библиотеке сложился неплохой баланс между опытом и молодостью. Я предоставляю слово Гериной Анне Александровне, главному библиотекарю Центра развития профессиональных компетенций Донской государственной библиотеки. Тема выступления – роль и значение наставника в профессиональном становлении молодого специалиста. Пожалуйста, Анна Александровна. Добрый день, дорогие коллеги. Меня зовут Герина Анна. Я главный библиотекарь Центра развития профессиональных компетенций Донской государственной публичной библиотеки. Сегодня я хочу поделиться с вами моей личной историей, рассказать о своем профессиональном становлении и о том, кто оказал на меня влияние в профессии. В прошлом году во время форума молодых библиотекарей «Предъяви себя миру», который проходил в Москве, Сергей Сергеевич Гиль – это доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель группы проектов «Карьера в России». Он сказал замечательную фразу. «Первый руководитель определяет успешность карьеры. Когда мы только ищем первое место работы, искать нужно начальника, а не зарплату». Потому что зарплата может и не измениться, а с хорошим начальником может измениться все. И знаете, мне в этом плане повезло два раза. В 2008 году, когда я только после вуза искала работу и трудоустраивалась на свою первую официальную работу с полным трудовым рабочим днем в большом коллективе, с работой в офисе, мне повезло и с компанией, и повезло с руководителем. Меня многому научили, заложили определенные стандарты работы, стандарты корпоративной культуры. И именно в этой компании я впервые познакомилась с системой наставничества. Кроме моего непосредственного руководителя, меня на протяжении трех месяцев, то есть всего испытательного срока, сопровождал закрепленный наставник. Это человек, который был заинтересован в моем успешном прохождении аттестации по итогу трех месяцев, то есть по итогу испытательного срока. Это были и совместные полевые выезды клиентам, помощь при разработке плана работы с клиентом, то есть с учетом каких-то особенностей. Наставник помогал мне подготовить и проработать кейс каких-то сложных переговоров. И так далее, и так далее. А уже непосредственный руководитель, он разрабатывал мою персональную карту развития, корректировал, если это было необходимо, когда после какого-то отчета или после обсуждения встречи видел, что что-то изменилось, и нужно вносить какие-то корректировки. Мне были рекомендованы различные ресурсы, различные книги, с которыми мне желательно познакомиться, то есть что почитать, на какой корпоративный тренинг сходить, опыт у кого из коллег присмотреться и попытаться уловить его стиль работы. В какие дискуссии, в какие разговоры не вступать и почему, чтобы не подорвать благоприятный настрой на работу. Все это важно, потому что если зацикливаться, например, на обсуждении какого-то рабочего негатива, а он иногда, конечно же, бывает время от времени, то невозможно настроиться на работу, потому что ты будешь постоянно возвращаться к всем этим разговорам мысленно, все это каждый раз продумывать, анализировать, и все это может сказаться на том, что ты можешь просто перегореть, перегореть работой. И в итоге в этой компании из зеленого вчерашнего выпускника вуза я за два года из рядового специалиста доросла до руководителя группы и уже сама стала наставником для пяти специалистов, которые были у меня в подчинении. В этой компании проработала четыре года, и даже спустя несколько лет я поддерживаю дружеские отношения с бывшими коллегами, в том числе с непосредственными руководителями и руководством компании. После этого я проработала еще три года, еще проработала в трех разных коммерческих организациях. Для моего выступления их название, специфика работы, значения никакого не имеет, однако я хочу, чтобы вы понимали, что у меня есть определенный опыт трудоустройства и определенный опыт взаимодействия с организациями, с руководителями и с коллективом. Второй раз мне повезло с руководителем, когда я кардинально решила сменить сферу деятельности, то есть уйти из коммерческого сектора в бюджет. И знаете, это довольно забавная история, потому что дело в том, что я проходила собеседование на работу в библиотеке три раза. Для меня это было непривычно, для меня это было неожиданно, потому что все свои предыдущие, весь мой предыдущий опыт, он сводился к тому, что я приходила на собеседование, мы общались с отделом кадров, со службой персонала, потом приглашался руководитель, мы беседовали недолго, и на следующий день я выходила уже на работу. И поэтому, когда мне предложили прийти повторно, я немножко стушевалась, конечно, я согласилась, пришла повторно, потом было назначено третье собеседование, здесь я уже начала дергаться, переживать, искать какие-то причины в себе. Но в тот момент я собеседовалась в Центральную городскую детскую библиотеку имени Ленина Ростовской ЦБС, и как раз-таки вот тогда я познакомилась со своим вторым наставником Ольгой Валентиной Ващенко. У меня, конечно, не было профильного образования, переподготовку я прошла значительно позже, и у меня не было опыта работы в библиотеке. Да, что там опыта работы в библиотеке, я просто в библиотеку давно уже не посещала, давно в нее не ходила, и все мои воспоминания были либо о школьных порах, либо о студенчестве, когда я ходила в публичку за той или иной литературой для подготовки к сессии. И поэтому Ольга Валентина, мне кажется, что за эти три собеседования все-таки что-то во мне рассмотрела, что-то увидела, поверила в меня, поверила, что я чего-то добьюсь, что я смогу все это освоить. В Ленинке за мной не был закреплен как таковой наставник, то есть документально не был закреплен, не было какой-то индивидуальной карты развития, я опять-таки повторюсь в бумажном ее проявлении. Был просто план работы отдела, и было желание моего непосредственного руководителя помочь мне быстрее освоиться, как можно быстрее включиться в работу, вникнуть в суть библиотечной деятельности. Взаимодействие с Ольгой Валентиновной это всегда был неформальный процесс обмена знаниями, и, что не менее важно, это всегда была психологическая поддержка. И также, если она ставила какие-то задачи, она никогда не давала четких распоряжений, как это сделать. То есть она предоставляла нам полную свободу действий, то есть мы сами решали, каким образом мы выполним эту задачу. Но мы всегда знали, что она наблюдает, она контролирует, но пока вот придерживается принципа невмешательства. То есть если необходимо, если ситуация того требует, то она, конечно же, подключалась к процессу, где-то нас корректировала, что-то нам рекомендовала сделать иначе, или по-другому. Она всегда тонко чувствовала людей, знала, как замотивировать, кого публичным поощрением где-то похвалить, кого, наоборот, порицанием, кого рублем, кого командировкой, какой-то поездкой. И хоть я и не видела какой-то персональной карты развития, не видела этого документа, но сейчас я точно могу сказать, что, хоть его и не было на бумаге, но у Ольги Валентиновны было четкое представление о траектории моего профессионального развития. То есть она четко знала, в какой последовательности, как мне стоит развиваться. И поэтому где-то напрямую она говорила, что мне необходимо сделать, а где-то она просто ставила передо мной задачи, решая которые, я так или иначе двигалась, как мне кажется, по заранее продуманному ей пути. Сначала я была погружена в изучение основ, то есть отчеты библиотек за несколько лет, наиболее какие-то важные публикации в профессиональных изданиях, методические рекомендации, нормативные документы и многое-многое другое. Это вот то, что мне необходимо было изучить в первые месяцы работы. Затем уже начались методические выезды. Я выезжала вместе с непосредственным руководителем, выезжала вместе с Ольгой Валентиновной в филиалы, в библиотеке. Наблюдала, как проходит встреча, по какому алгоритму она проходит, то есть о чем говорят, как ведется обсуждение и так далее. Кроме того, все эти поездки, они позволили мне тесно познакомиться с библиотеками, познакомиться с их опытом работы, изучение отчетов, изучение профессиональной литературы. Я по-новому посмотрела на деятельность библиотек, по-новому посмотрела то, чем они живут, да, увидела всю эту деятельность, которая, который, а быть человек, который не связан с работой в библиотеке, он, как правило, ее просто не видит. И поэтому, если я находила какие-то свободные уши любого человека, который хоть как-то разделял мои интересы, я всем рассказывала про то, что я работаю в библиотеке, что мы делаем, какие мы проекты реализуем, какие мероприятия проводим, какие у нас встречи, мы туда, мы сюда. И я просто горела этой работой, потому что я видела, что это действительно важно. Теперь я уже понимала, что это действительно важно, и важно как для каждого конкретного читателя, который приходит в библиотеку, так и для общества в целом. Все то, что делает библиотека, это очень важно. Спустя два месяца работы после трудоустройства, Ольга Валентиновна ходатайствовала за мою кандидатуру на участие в летней школе библиотечных лидеров. Я начала готовиться, начала изучать информационное письмо и начала готовиться к поездке в Таганрог. Мне нужно было подготовить визитку, рассказать от себя, и я помню, как я переживала, что мне не о чем рассказать, потому что я в библиотеке работала на тот момент только два месяца, потом все-таки решила просто рассказать о себе. И знаете, вот даже с учетом того, что я имела определенный опыт встреч, переговоров с директорами крупных компаний, заключала различные контракты, хорошие выгодные контракты, даже с учетом всего этого опыта я очень волновалась. Я волновалась, вдруг меня не примут. Я приеду в Таганрог, приеду в эту библиотеку, и меня не примут. И по сути, наверное, я воспринимала эту поездку как еще одно собеседование, на котором я должна доказать, что достойно работать в библиотеке. Я приехала, меня приняли, очень теплая, дружественная обстановка. Я до сих пор с теплотой вспоминаю то мое первое профессиональное мероприятие, в котором я принимала участие. Так я познакомилась с коллегами из библиотек области, так я познакомилась с Донской государственной публичной библиотекой, так как именно методический, научно-методический отдел был организатором летней школы. Это были очень насыщенные на события три дня, много практических занятий было, много групповых каких-то динамик. Знаете, когда я готовилась к этому выступлению, подняла, естественно, всю документацию, которая у меня была, почитала свои отзывы о летней школе и мысленно вернулась на 8 лет назад и благодарна, что та поездка, она случилась. Поэтому в любой профессии, как мне кажется, вот такое неформальное общение, обмен на опытом, они очень важны. И, наверное, именно тогда я поняла, что я там, где я должна быть. Но этой поездке на летнюю школу лидерства, как и многих других поездок, а возможно, даже, в принципе, я сейчас перед вами бы не выступала, всего этого могло бы и не быть, если бы не мой руководитель, который поспособствовал тому, что я научилась самостоятельно, скажем так, летать. И вот в тот момент, когда птенец становится самостоятельным, кажется, что в наставнике отпадает необходимость. Но мне кажется, что роль наставника в этот момент, она, наоборот, возрастает. Он мудрый учитель, к которому всегда идешь за советом. И иногда, допустим, чересчур вдохновленный, взбудораженный, тебе необходимо, чтобы твой пыл немножко охладили, чтобы ты посмотрел на все со стороны, не наделал каких-то ошибок, учел все, предусмотрел. И так далее. А иногда ты приходишь расстроенный, с понурой головой, с опущенными руками. И ты приходишь для того, чтобы получить поддержку, чтобы проговорить какую-то ситуацию, какую-то историю. И увидеть, опять-таки, посмотреть со стороны, увидеть, что выход есть, вот он перед тобой, просто ты его не замечал. И уже после этой встречи ты выходишь с высоко поднятой головой и снова веришь в свои силы, что тебе все по плечу, что ты со всем справишься. Как любому родителю, наставнику сложно отпускать, конечно, своего птенца в свободный полет. Но он мудрый учитель, знает, когда пришло время. И в этот момент он просто наблюдает. Он не вмешивается, но он окажет помощь, когда она необходима, когда к нему обращаются за советом. С Ольгой Валентиновной мы прошли огонь, воду и медные трубы. Но я всегда с благодарностью вспоминаю время под ее руководством. Ведь то, кто я сейчас, это ее заслуга тоже. И я благодарна, что она отпустила меня в дальнейшее самостоятельное плавание, передав мое профессиональное развитие уже в руки нового руководителя, но не перестав быть моим мудрым наставником по жизни. Я сказала, что мне повезло с наставником два раза, но это не совсем так. Решение перейти из муниципальной библиотеки в областную удалось мне очень нелегко. Сложно было что-то менять. Я уже привыкла к определенному укладу жизни, работы, к определенному распорядку. И привычка, ведь она всегда коварная вещь, она не дает нам двигаться дальше. То есть мы погрязаем в привычной рутине. Я давно хотела работать в Донской публичной библиотеке, но мне было страшно. Мне было страшно, как перед той поездкой на летнюю школу лидерства в 2015 году, но когда в структуре публички появился новый отдел, который занимался развитием профессиональных компетенций, то есть организовывал обучение, проводил образовательные какие-то мероприятия. В тот момент я просто уже в работе Центральной городской детской библиотеки поняла, что это направление мне ближе, я бы хотела в нем дальше развиваться. Вот когда в Донской публичной библиотеке появился отдел, когда я познакомилась с Еленой Владимировной Лыник, мысль о том, что я могла бы, я вот допускала эту мысль уже, что я могла бы работать в Донской публичной библиотеке, она уже не так меня пугала и не казала такой прям, о, нет, я не буду пробовать. И в какой-то момент я рискнула. Знаете, наверное, тогда я сама себе позволила расправить крылья и полететь в свободный полет. Все, конечно же, закружилось по новой, то есть это новая адаптация, новое знакомство, новые стандарты, подходы в работе, новые должностные обязанности. Но для того, чтобы ускорить этот процесс адаптации, для того, чтобы быстрее освоилось, Елена Владимировна предложила реализовать проект Advent Calendar. И так получилось, что первый месяц своей работы, весь декабрь, я была целиком и полностью посвящена на этой работе. А когда человек при деле, мне кажется, что ему освоится намного проще. Так вот день за днем Елена Владимировна больше и больше погружала меня в процесс работы отдела, давала сначала какие-то небольшие поручения, смотрела, что я справляюсь, где-то меня корректировала. И так со временем я вникла и уже самостоятельно что-то могла сделать. Елена Владимировна всегда, когда я только пришла на работу в ее отдел, когда сейчас, когда уже прошло полтора года, продолжает рекомендовать мне какие-то ресурсы, какие-то полезные сервисы, рекомендует чей доклад, на какой конференции мне посмотреть, на что обратить внимание. У нас всегда живой диалог, всегда живое взаимодействие, мы много общаемся, много что обсуждаем. И вот в процессе такого живого общения и обсуждения очень много вещей, о которых ты даже не думаешь, оно как-то проявляется, и ты уже иначе начинаешь что-то делать. И, конечно, вот со временем я уже познакомилась со всем коллективом, у нас уже появились совместные какие-то проекты, и теперь уже я выступаю как специалист, который выступаю на профессиональных мероприятиях, как специалист отдела, который занимается развитием профессиональных компетенций. В рамках работы отдела самостоятельно я провожу мероприятия, главная цель которых – помочь специалистам, библиотечным специалистам, в том числе и молодым сотрудникам, на профессиональном пути. И хоть наставник в традиционном смысле работает со специалистом персонально или максимум с небольшой группой, можно сказать, что Центр развития профессиональных компетенций своего рода тоже наставник. Да, это непривычно слышать, непривычно понимать, как отдел, как структура может быть наставником. Но когда я так говорю, я имею в виду, что любой наставник предлагает своему подопечному какие-то ресурсы, сервисы, статьи, дает какие-то рекомендации, на что обратить внимание, для того, чтобы подопечный самостоятельно изучил все это и осмыслил. То есть мы то, что мы в себя впитываем, на нас влияет все, что нас окружает, с кем мы общаемся, что мы читаем, что мы смотрим, что мы слушаем и так далее. И вот создать правильное информационное поле вокруг молодого специалиста, главное, правильное окружение, которое будет способствовать его профессиональному развитию, личностному развитию, одно из главных принципов наставничества. И именно этим занимается Центр развития профессиональных компетенций. Коллеги, я хочу резюмируя, выделить качество наставника, которыми он должен обладать и которыми обладают мои наставники. Наставник должен обладать высоким уровнем лояльности к учреждению и являться носителем ключевых ценностей корпоративной культуры. Если наставник не разделяет ценности компании, ценности учреждения, он не сможет их привить своему подопечному, потому что молодой специалист будет чувствовать какую-то неискренность и просто не сможет принять эти ценности. Наставник должен иметь системное представление о работе своего опыта разделения и учреждения в целом. На самом первом этапе молодому специалисту важно показать всю систему координат. Он должен видеть весь масштаб, чем занимается учреждение, чем занимается какой отдел, какие стоят задачи перед учреждением, поставленным или учредителем, или директором, то есть, куда учреждение развивается. это позволит ему оценить свои перспективы, он сможет понять, куда он может двигаться в этом учреждении, в этой компании и куда ему дальше расти. Следующее качество, которым должен обладать наставник, это, конечно же, значительный опыт в сфере своей профессиональной деятельности. Кроме того, наставник должен иметь желание быть наставником. Наставником нельзя заставить быть наставником, потому что в этом случае наставничество будет восприниматься как дополнительная нагрузка, а это рано или поздно скажется на качестве процесса. Что важно, от наставника требуется искреннее стремление помогать подопечному, а не просто от случая к случаю оценивать его результаты работы. И здесь очень важно также соблюдать еще принцип совместимости людей. Иногда люди просто несовместимы им сложно взаимодействовать друг с другом. Также наставник должен уметь структурировать опыт работы так, чтобы можно было это передать молодому специалисту с четким и последовательным изложением необходимой информации и также давать замечания по данным работы с учетом обучаемого. Быть способным к конструктивной критике. То есть критическая оценка, если она дается, то она должна быть в первую очередь содержать конкретные предложения по улучшению работы. Только в таком случае критика не будет переходить на личности, а структурность подачи материала позволит подопечному самостоятельно сегментировать поставленные задачи. Также наставник должен быть заинтересован в успехах своего подопечного, неся личную ответственность за решение возникающих проблем при обучении. Об этом важно помнить, ведь молодой специалист, он как глина, да, вы, наставник отвечает за то, какую форму эта глина приобретет, да, то есть в результате взаимодействия. Также наставник должен мотивировать других и иметь определенный кредит доверия со стороны тех людей, с кем он взаимодействует. Потому что наставник это хороший психолог, он тонко чувствует настроение своего подопечного, он знает, как на него воздействовать в конкретной ситуации, что его сейчас замотивирует, как его взбодрить, подбодрить и так далее. А еще наставник это лидер, наставник безусловно лидер, потому что он имеет определенный авторитет в профессиональном сообществе и именно поэтому он пример для подражания для своего подопечного. Вот такие вот основные характеристики, которые складываются в определенный портрет наставника. Коллеги, я сейчас хочу обратиться к специалистам, которые недавно пришли в профессию. Старайтесь окружать себя людьми, чтобы в ближнем вашем окружении были люди, которые обладают теми качествами, которые я сейчас перечислила. Даже если это не будут ваши наставники в формальном смысле, эти люди всегда могут помочь вам в профессиональном развитии. Где-то советом, где-то просто настроем, положительным, позитивным настроем, которого вам в какой-то момент может просто не хватать. Налаживайте профессиональные связи с коллегами из других районов Ростовской области, из других регионов России, общайтесь через социальные сети, участвуйте в профессиональных конференциях, представляйте опыт работы, задавайте вопросы, если они у вас есть. Все сейчас открыты для общения и все это очень удобно делать через социальные сети, все привыкли общаться через социальные сети, даже если этот человек далеко, даже если он занимает определенную область, определенную должность, если у вас есть вопрос, всегда можно написать, мне никогда не отказывали в ответе, мне всегда отвечали, потом я задавала уточняющий вопрос, у нас завязывался определенный диалог, мы до сих пор переписываемся с многими коллегами из разных регионов страны. Кроме того, я хочу пригласить молодых специалистов на школу, летнюю школу библиотечного лидерства. Подробнее о школе можно узнать в научно-методическом отделе Донской государственной публичной библиотеки, но мне кажется, что это мероприятие пропустить просто нельзя. И, конечно, я приглашаю всех подписаться на телеграм-канал «Учусь публичкой». В этом телеграм-канале можно найти актуальную полезную информацию для библиотечных специалистов, новости, анонсы бесплатных образовательных мероприятий, вебинаров, ссылки на учебные курсы, онлайн-ресурсы, лайфхаки и другие образовательные возможности для профессионального развития. Коллеги, если у вас будут ко мне вопросы, мои контакты сейчас перед вами на экране, звоните, пишите, я всегда открыта для диалога и буду рада с вами пообщаться. И, конечно же, я хочу всех поздравить с днем, общероссийским днем библиотек, всех, кто связан с библиотеками, с библиотечной индустрией и желаю новых достижений, вдохновения и удовлетворения от работы. Спасибо, Анна Александровна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова